Продолжение следует... В процессе на коронавирус была достигнута договоренность об инвестировании через Японо-Российский инвестиционный фонд, созданный в 2017 году на основе плана сотрудничества. В числе проектов, реализуемых в сфере медицины, имеется и разработка различных технологий для диагностики инфекционных заболеваний. Как сообщил в интервью для РИА новости посол Японии в РФ Кадзуки Тойохиса, этот проект Японо-Российского сотрудничества реализует три организации. С японской стороны исследовательский институт РИКЕН и компания ДНМ Форум, являющаяся венчурной компанией, основанной РИКЕН. С российской стороны Эйдос Медицины, являющейся венчурной компанией, основанной Казанским федеральным университетом. Сейчас, наверное, основная новость на полях российских и японских – это достаточно успешный старт совместной разработки быстрых ПЦР-тестов. Это как раз технология, которая зародилась в стенах института РИКЕН. Это возможность проводить лабораторную диагностику, то есть определять РНК вируса не за несколько часов стандартных процедур, а буквально за 15-20 минут. Казанский федеральный университет является партнером Японского научно-исследовательского института РИКЕН с 2008 года. РИКЕН – это мировой лидер в науке, и с 2014 года ведется совместная исследовательская работа в области медицины. В двух зеркальных лабораториях, одна из них расположена в КФО, а другая в РИКЕН, проводятся параллельные работы. Ученые работают над одной проблемой, но разными подходами. Так и ведется разработка тест-систем на коронавирус. В этом плане у нас очень хорошо получается, что университет имеет отношение на всех фронтах. И с антителами действительно Альберт Анатольевич работает с разработкой быстрых тестов на именно ферментный анализ. А мы немножко имеем отношение к РНК-диагностике, то есть диагностике самого вируса. Напомним, в Казанском федеральном университете продолжается разработка вакцины против коронавируса. Также было проведено первое испытание тест-системы на COVID-19 под руководством профессора Института фундаментальной медицины и биологии Альберта Резванова. Японские коллеги из Рекена разрабатывают тест-систему для детекции вирусной РНК, то есть вирусного генома. Это позволяет определить наличие инфекционного агента, то есть самого вируса. Эта система наиболее эффективна для ранней диагностики коронавирусной инфекции. Наш коллеги разрабатывает систему, которая определяет наличие антител к вирусу, то есть это уже оценка иммунного ответа организма на вирусную инфекцию. Антитела обычно появляются уже через 2-3 недели. Эта система не очень хорошо подходит для ранней диагностики, зато, во-первых, позволяет определить переболевших людей, которые ранее переболели коронавирусной инфекцией, а во-вторых, подтвердить наличие нейтрализующих антител, то есть антитела, которые блокируют вирус, и сыворотка, вернее, плазма крови переболевших COVID-19 может использоваться для лечения тяжело больных коронавирусной инфекцией. И Казанский федеральный университет совместно с Минздравом обеспублике Тарсан как раз сейчас участвует в создании банка плазмы, переболевших COVID-19, и эта плазма будет использоваться для лечения тяжело больных пациентов. По словам Альберта Резвана, уже более 300 сотрудников университетской клиники КФУ прошли тест-систему, сдав кровь на наличие антител к вирусу. Что касается вакцины, в конце мая завершится лабораторный прототип вакцины, и начнутся испытания на животных. Вакцинация пройдет на грызунах.